Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Которая выступает и автором всех песен, ну и, конечно, фронтвумен и, конечно, сплошное очарование. Ксюша, добрый день. Привет. Спасибо тебе огромное за эту прекрасную встречу. Я хочу сразу же, чтобы ты представила всю свою команду, которая сегодня обязательно нам продемонстрирует своё мастерство. Итак, с нами сегодня на скрипке и на бэк-вокале Ника Сапо. Ника, добрый день. На гитаре у нас Элена Тадорова. Элена. На басу Грегор Кучера. Грегор, привет. И Андреас Шепер у нас в качестве всех возможных вариантов барабанов. Отлично, привет. Друзья, надо сказать, что наша сегодняшняя встреча с этой замечательной командой случилась сразу, наверное, по... Ну, во-первых, это знакомство, потому что уже давно пора. Группа впервые у нас, а уже всем хорошо, достаточно известно. Значит, во-вторых, это выпуск нового альбома «Красные танцы». Вот такой замечательный диск у меня в руках. Мы обязательно о нём подробно поговорим. Очень красивый, кстати, цвет. Прям замечательный. Ну, и, конечно, это возможность ваша, наши дорогие зрители и слушатели, посетить ближайшие концерты, которые... Ктюш, ты слушай, если что, поправляй меня. Начальничать случатся 1 ноября, а это уже завтра. В Санкт-Петербурге. 4 ноября повезёт жителям Москвы и гостям столицы. Москва — «Мумитроль бар». Это как раз, я понимаю, презентация альбома. Совершенно верно. Самое главное, я не сказала для тех, кто сейчас вдруг примкнули своим телевизором и приёмником. Группа-то у нас, друзья, из Австрии. Хотя с русскими корнями, что называется, да? Но дело в том, что, да, Ксюша родилась в Санкт-Петербурге, а потом был переезд с родителями. То есть не по собственной воле ты оказалась в Австрии, в Вене, можно так сказать, а по воле родителей, правильно? Да, так и было. Просто у меня родители в своё время уехали туда работать, они биологи. И я ещё в школе переехала туда с ними. Конечно, будучи у них совершеннолетняя, не имея права выбора, разумеется. Но таким образом они определили твоё место жительства. Да, да, да. И там, собственно, мы собрали вот эту интернациональную команду. Ребята у нас из разных стран. Но поскольку я всё-таки из России и пишу на русском, то мы приезжаем с концертами сюда. Ну и не только сюда, всё-таки в Вене, в Австрии, тоже концерты проходят. И вот, например, презентация альбома, я так понимаю, случилась 22 октября. Вот тоже буквально несколько дней тому назад. Не, не совсем. В Вене мы, на самом деле, у нас презентация альбома, так случилось, была сильно раньше, в июне. Ах, вот даже как! А потом был, вот недавно был концерт в Нижнем Новгороде, это была первая презентация. Да, Нижний Новгород, 28 октября. Как раз, можно сказать, вы прямо оттуда, да, из Нижнего. Ну, как принял Нижний, расскажите. Замечательно. Очень тепло? Замечательно, да. А это была, кстати, ваша первая поездка в Нижний Новгород с гастролями? Нет, мы уже несколько раз были. То есть там-то вас уже очень хорошо знают. И есть уже друзья, фанаты и поклонники. Их побольше стало по сравнению там с предыдущими визитами? Конечно, конечно. И было очень здорово, потому что для нас это был такой волнительный момент. Потому что вот мы презентовали новый альбом. И мы знаем, что на наш первый альбом была очень хорошая реакция. И действительно, ребята и песни знают, и подпевают. И было непонятно, как там будет, что с новым альбомом. Но было очень здорово. Ну, что должно было вас, я думаю, подстегнуть уже перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Я предлагаю нам начать музыкальную часть нашей встречи, нашего эфира и что-то непременно исполнить. Не терпится послушать. Что это будет? Это будет композиция с нового альбома, и она называется «Оставаться ничем». Замечательно. Поехали. По времени еще немножечко, но по времени угомани мои сомнения, успокой мою грусть. Раздали роли, невозможно ничего изменить. Театр полон, но зритель пуст. А мы привыкли за ответами не лазать в карман. А мы привыкли лабиринты проходить наугад. Но ты не веришь мне, ты видишь в каждом взгляде обман. Хотя не смотрешь на первый взгляд. Оставаться ничем, пятнадцатым сомнением в твоей голове. Станови меня, скажи, куда и зачем. Иду я без оглядки по высокой праве. Туда, где отбалит боль, система перегреться и даст свой. Где мы стоим за тобой. Ты знаешь, мне всегда стоим за тобой. Останови меня хоть чем-нибудь, но останови. Ведь по инерции я буду продолжать оставлять. Хотя совсем еще недавно мы клялись на крови. Не подставляться, не подставлять. А ты из тех специалистов, кто в огне не горел. Не у тебя ли вылетали птицы из рукавов. Ты достаешь свой главный козырь, я свою акварель. Кто одолеет теперь кого? Оставаться ничем, пятнадцатой мелодией в твоей голове. Останови меня, скажи, куда и зачем. Иду я без оглядки по высокой праве. Туда, где отбалит боль, система перегреется и даст свой. Где мне стоять за тобой. Ты знаешь, мне всегда стоять за тобой. Но если все мои, все мои, все мои здесь, То отчего же мы рожу не сменим на лица. А ты попробуй, раз меня такой, какая я есть, Тебе для этого не требуется измениться. Но снова все мои, все мои, все мои там. Там кто-то ждет, взлет, взлет, меня рвет на частицы. Но снова по обыкновению вокруг пустота. В дыханье ни на мгновение не участиться. Мне просто больно оставаться ничем. Пятнадцатой симфонии в твоей голове. Останови меня, скажи, куда и зачем. Иду я без оглядки по высокой праве. Оставаться ничем. Пятнадцатой симфонии в твоей голове. Скажи, куда и зачем. Иду я без оглядки по высокой траве. Туда, где отбалит боль. Система перегреется и даст боль. Где мне стоять за тобой. Ты знаешь, мне всегда стоять за тобой. Браво! Принцесс Ангин, друзья, премьера в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Это мини-презентация нового альбома «Красные танцы». Ну, я так понимаю, весь трек-лист альбома, 12 песен и еще, наверное, плюс уже известные полюбившиеся песни. Мы с вами услышим 1 ноября в Санкт-Петербурге «Зал ожидания». И 4 ноября в Москве в «Моми-тролль-баре». Спасибо, отличное начало. Ксюша, дорогая, немножко еще про тебя, естественно, поговорим, поскольку очень все это интересно в твоей жизни происходило. Ты художник-керамист, правильно? Ничего не путаю? Да. Вот, в общем, как-то так все сложилось. В Австрии уже получала образование, и все правильно? Ну, да, и в Австрии тоже. Нет, на самом деле, вот я в школе уехала в Вену, потом я вернулась, отучилась в Питере на керамике. И вообще-то специализация у меня, я художник по фарфору. Вот какая прелесть. Очень редкая специальность, надо сказать. Правда, у нас впервые в истории телеканала специалист по фарфору в студии, честно могу сказать. Так. Да, а потом я уехала дальше учиться в Вену, собственно, и закончила там графику. То есть по второму образованию я художник-график. Да, умничка. И вот чудесный специалист решил поучиться играть на гитаре. Правильно я говорю все, да? Да, да, да. Приходит к педагогу, а педагог говорит, девочка, зачем тебе это надо? Ты лучше пой. У тебя чудесные, замечательные стихи получаются, складываются, сочиняются. Так все и было. Да, именно. Ну и пошло-поехало. То есть уже образовалась команда. Ну да, я вот познакомилась с замечательной Никой, которая у нас тут сидит. Как у меня здесь сформулировано потрясающе. Мне очень нравится. Мать-основательница, принцесса Ангин. Да, скрипачка из Тель-Авива. Говорит на шести языках, танцует сальсу, мечтает уехать в Рио. Как ваша встреча случилась, Ник? Поближе к микрофону, пожалуйста. Мы познакомились у друзей. На дне рождения. На дне рождения. И Ксюша там пела, собственно, с педагогом по гитаре. То есть педагог уже был компаниатором. Вот, и я буквально влюбилась в эти песни. Вот мы разговаривали и решили, что что-то надо делать. Вот думали-думали и придумали вот такой состав со струнным квартетом, с ритмой секцией, с гитарой. Вот и так все началось, собственно. Ну и дальше уже нужно было собрать команду. Собрали команду. Старых друзей, новых друзей. При этом проживающих всех в Вене. Все верно, да. Но при этом ребята, девушки и молодые парни из разных стран абсолютно. По какому критерию подбирали? Не знаю, там, как это харизма, талант? Мотивация. Мотивация? Желание делать и строить. Ну я так понимаю, что все-таки своя скрипичная карьера, она, значит, тогда куда-то отошла в сторону. И теперь вот принцесса Ангин, это основное место деятельности или нет? Это основное место деятельности, да. А как же мечта уехать в Рио? Можно совмещать на репетиции. Ага, гастрольный график, поездили, так, и опять в Рио вернулись, там сальса и все такое, вернулись, и снова с принцессой Ангиной. В общем, продолжаем путешествовать. В общем, как-то так. Ксюш, ну а у тебя помимо принцессы Ангина стоит еще и преподавание? Да, да, да. Что ты преподаешь? Я преподаю рисование, я преподаю основы рисунка, я преподаю роспись фарфора и книжную иллюстрацию. Кто твои ученики? Дети, взрослые? По-разному. Ну, то есть я работаю... Частные уроки? Нет, я работаю в школе, ну то есть в венской русской школе. То есть ты на русском языке преподаешь? Ну, не только. То есть вот в русской школе, да, и там у меня в основном дети, вот где-то от 6 и до 18 лет, и плюс я работаю в школе для взрослых, и там, соответственно, у меня австрийцы, то есть там преподавание на немец. Твои ученики знают, что ты являешься солисткой и такой командой замечательной, что сама пишешь. Это выбором. А, да? То есть понятно. Это у них самое главное... Вступительный экзамен — это прийти и спеть пару песен группы «Принцесс Ангин». Ну, в общем, да, все правильно. Я хочу, чтобы мы также еще несколько слов сказали об остальных участниках, которые здесь. То, что мне удалось найти на просторах интернета. Вот, например, Лена, у нас прекрасная балканская рок-гитаристка, да? И надо сказать, что впервые в России. Да, впервые в России. Великум Туража. Спасибо. Ну, судя по улыбке на лице, конечно, и по потрясающему внешнему виду, мне кажется, Лена, должно понравиться в России. Меня нравится очень хорошо. Я очень счастлива. Руси, увижу Руси. О, Ксюш, мне кажется, что, знаешь, что может произойти, что Лену подсмотрят, и кто-нибудь из мужских бэндов заберет. Да заберут девушку. Не выпустят из страны. Так, а Грегор у нас, да, единственный венец в группе, все верно? Да. С чешскими корнями. Да. По образованию джазовый басист, играет в австрийском хэви-метал-бэнде. И тоже, кстати, преподает музыку, является классным руководителем, да? Все верно. Так, ну и вот у нас Андреас учит русский, за что ему спасибо отдельное, как гласят. Все верно? Учишь? Хорошо. И любит зеленый борщ. Да, но он вегетарианец, он любит зеленый борщ. Ах, вот оно что, я так понимаю, это единственный вегетарианец в команде принцесс Ангин. Да. Так, все отлично, друзья. Ну вот так вот вкратце имеем теперь представление, и теперь поехали про альбом «Красные танцы». Австрийские продюсеры работали над ним. Да, 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 да. Расскажи, пожалуйста, это же интересно. Так получилось, что где-то года полтора назад я познакомилась с австрийскими продюсерами, с Рихардом Дойчем и Грегором Штрэнгом, которые уже неоднократно работали с русскоязычными группами. Вот, и на самом деле вот наши друзья группы Ивановых… Сургановый оркестр, я знаю точно. Да, с Сургановой они работали. То есть, и я так поразилась, когда я узнала об этом, что оказывается в Австрии есть ребята… Что ничего русское не чуждо. Да, которые именно работали с русскими коллективами, и, собственно, а что мы тут как русскоязычный коллектив, почему мы с ними ещё не работали? И живём вместе с ними в Австрии, да. Да, 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 там две улицы от них, да. И я написала, я связалась с ними, и им понравился материал, и они взялись за всё это дело. Просто в какой-то момент я поняла, что мы с группой пришли в какой-то, ну, зашли в какой-то тупик, что мы не понимаем, вот что дальше делать, вот нужно делать новый альбом, а вот что… А каким он должен быть? Каким он должен быть, да, нам нужен взгляд со стороны, и вот поэтому мы пришли к ребятам, и они пахали год с нами. Целый год. Целый год, да, причём это была действительно пахота, это было очень много работы, и мы гордимся тем, что получилось. Ну, да, я думаю, что теперь все должны обязательно услышать результат этой действительно большой-большой проделанной работы. Мы продолжим нашу беседу, но сейчас время послушать ещё одну песню. Да, это будет композиция «Мода» с нашего альбома. Которая даже продержалась в iTunes как самая классная песня. Да, 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 то есть она попала в чарты iTunes, в список лучших песен недели, чему мы очень были приятно удивлены, неожиданно. Вот, да, поэтому… Ну, давайте, пусть грянет мода! Пиши мне песню языком, босха, язык босха. Пиши мне песню о райских кущах, тех, что достанутся за бесплатно. Если мы станем немного лучше, чем те, кто лезет туда за деньги, и те, кто лезет туда по блату. Родная для красоты затяни все свои винты, чтобы все как один, значит, я как ты. Затяни, затяни все свои винты. Красоты ничего, ничего важней. Ты бежишь от себя, ты все ближе к ней. Красоты ничего, ничего важней. Пиши мне песню языком, бодней, язык бодней, всегда отравлен, это ничего. Но давай не будем следить, кто кому, по какому праву, и кто принимает какие травы. Как девушки со злыми лицами, золотыми ресницами. Шелково спустились страниц, прямо в теплый синий прибой. И даже если ты не красавица, губы нарисуешь на пол лица. Ну а если вдруг разом нравится, снова станешь собой. Для красоты затяни все свои винты, чтобы все как один, значит, я как ты. Затяни, затяни все свои винты. Красоты ничего, ничего важней. Ты бежишь от себя, ты все ближе к ней. Красоты ничего, ничего важней. Группа «Принцесс Ангин». Программа «Лучшая» в стране телерадиоканал «Страна.ФМ». Друзья, и у нас презентация альбома «Красные танцы». Впереди концерты. Санкт-Петербург 1 ноября, Москва 4 ноября, «Муми Троль Бар». Приходите в ближайшее время. Я даже не знаю, когда теперь мы услышим группу, поскольку, я так понимаю, вы уедете в Вену непременно. Продолжать дальше работать, гастролировать, да, но и дальше остается только следить за вашими соцсетями и смотреть, когда вновь и вновь в списке городов окажется опять Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород или что-то другое. В новом альбоме абсолютно все песни русскоязычные, 12 песен, а однако в дебютном были и англоязычные песни. Почему все-таки вы отказались от англоязычных песен и песен на немецком языке, мы поговорим через короткую ползу. Оставайтесь с нами. «Лучшие в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. У нас сегодня команда из Вены, группа «Принцесс Ангин». Друзья, новый альбом вышел, «Красные танцы», грядут концерты, питерский завтрак, кстати, уже в зале ждания. 4 ноября Москва, «Муми-троль-бар», так что по возможности спланируйте свою жизнь так, чтобы посидеть непременно. Это незабываемое музыкальное событие. Перед выходом на рекламу мы стали говорить о том, что в репертуаре «Принцесс Ангин» есть и англоязычные песни. Они, кстати, вышли на первом альбоме. Есть песни на немецком языке, но русских побольше. Вот уже во втором альбоме мы видим только русскоязычные песни. Значит ли это, что вообще-то, Ксюша, отказалось от англоязычных песен? По крайней мере, пока да. Просто сначала мы очень много экспериментировали. То есть я переводила какие-то свои русские песни на английский, делала разные варианты. Но всё-таки тут работает «не верю». Вот когда я пою по-английски, я сама себе не верю. Сама себе, это самое главное. Если ты сама себе не веришь, то обмануть сложно достаточно. Поэтому я не понимаю, как кто-то ещё может мне верить, когда я пою на другом языке. Потому что по-русски, ну я думаю уже по-русски, поэтому я по-русски пою свои мысли. Вот так интересно, ты где-то в интервью сказала, что родной язык, он как ревнивая жена. Это не даёт тебе. Да, это цитата, но я никогда не помню никого. Но не суть, да, действительно это так. Ну теперь мы будем думать, что это твои слова. И так и оставим, да. Договорились. Ну хорошо, а на немецком тоже, да? Как-то так не разно. На немецком, да. Ну тоже мы пробовали, да. Ну все же музыканты, все группы, все авторы пробуют разные варианты. Мне очень нравится, надо сказать, петь на немецком гораздо больше, чем на английском. Так, любопытно. Потому что, ну все-таки, поскольку мы живем в Австрии, да, у нас не жесткий немецкий, у нас очень мягкий, мелодичный вот этот австрийский диалект, да. И он звучит именно вот когда поёшь. В песенном варианте он звучит очень красиво, очень мелодично. Поэтому, если кому интересно, можно посмотреть. У нас довольно много записей есть на немецком языке. Очень любопытно, да, конечно, обязательно посмотрим. Что касается той музыки, на которой ты росла, я знаю, что это наш рок, да? Да, ДДТ, аквариум, или это ещё не вся информация, или было что-то ещё? Это не вся информация, конечно. Не вся музыка, на которой ты росла, да? Да, потому что у меня родители меломаны, поэтому у нас дома чего только не было. Но поскольку у меня всегда были важны тексты, да, то для меня вот вся эта бардовская музыка, а потом вот наш русский рок 80-х, да, он всегда был мне очень близок именно вот по содержательному наполнению. И до сих пор с удовольствием их слушаю. Всегда важен был текст, язык, а чего ж тогда вдруг фарфор, вдруг художник, откуда вот тогда это появилось? Нет, но я всегда рисовала просто... Я рисовала и писала стихи. И когда я уже училась, уже была на четвёртом, кажется, курсе университета, я, наконец, решилась, что я могу не только писать стихи, что я могу прямо их ещё и петь, то есть писать песни. Это где-то вот в 20 лет было, да, если не ошибаюсь, то стали появляться песни. Ну, кстати, что касается твоей профессии, вот опять возвращаясь к альбому «Красные танцы», и здесь такая книжечка очень красивая, тоже розового цвета. Здесь тексты всех песен, представленных на альбоме, и помимо этого ещё и вот такие вот замечательные картины. Расскажи про них, пожалуйста, Ксения. Да, у нас была такая специальная концепция вместе с нашим дизайнером, с Марией Радигиной. Была концепция альбома, что мы для разных песен хотели подобрать разные визуальные образы, да, и сделать как бы такие арты, то есть, ну, на самом деле, это, конечно, фотографии, но... Прикольно. Да. Вот, и чтобы они подходили к разным песням, поэтому вот для тех, кто приобретёт диск в какой-то момент, да, там есть вот такая вот замечательная книжечка. В общем, сплошное удовольствие, хочешь почитать стихи. Кстати, когда читаешь тексты, совершенно по-другому на них смотришь. Я думаю, что это специально продуманный такой ход, чья идея твоя или, может быть, Ники? Нет, я всегда, на самом деле, у меня просто очень важно, чтобы тексты, чтобы где-то они были визуализированы, да, потому что, ну, я сама иногда вот там что-то слушаю, думаю, так, а ещё слова не разобрать. Что она успела, я не поняла. Что там такое, да? Это бывает очень часто, да, я тебя понимаю, так. Вот, поэтому, кто хочет, может, опа, залез, посмотрел. Чтобы не было никаких вопросов, да, что же она поёт там в этой второй строчке, что за слово это? Хорошо, что мы сейчас послушаем? Сейчас мы послушаем песню с первого альбома нашего. И это песня, с которой для нас, собственно, всё началось. Она называется «О принцессе можно всё». Прекрасно! О принцессе можно всё, если ей только девять лет, и у неё под ногтями грязь, и всего полтора рубля не хватает. До десяти они хватает, до десяти на леденец. А так хорошо, если вода нас не нашёл, то мы ему поможем найти. А принцессе можно, а принцессе можно всё, если ей только девять лет, и у неё в кармане сны и акварели проездной билет. О принцессе можно всё, если ей девятнадцать лет, и у неё в голове июня всего полтора. Часа не хватает до двадцати, а не хватает до двадцати, а не хватает до двадцати, чтоб полюбить. А так хорошо, если принц опять не зашёл, то мы сами можем зайти. А принцессе можно, а принцессе можно всё, если ей девятнадцать лет, и у неё в кармане ситцового платья чёрный пистолет. А принцессе можно всё, если ей двадцать девять лет, и у неё в животе бутоны. Врачи говорят, что он не дотянет до девяти, а ей два шага до тридцати, чтоб взрослеть. А так хорошо, ты посади цветочек в горшок и наблюдай, как будет расти. А принцессе можно, а принцессе можно всё, если ей двадцать девять лет, и у неё в кармане. Плеер, цитрамон и пачка сигарет. Опять дракон по небу летит, плюёт огнём. А так хорошо, пусть говорят, что поезд ушёл нас подверёт. Кортеж по пути. А принцессе можно, а принцессе можно всё, если ей девяносто лет, и у неё в кармане сны, а говорили проездной билет. Ксения, браво! Спасибо тебе огромное за эту песню! Всё, сейчас, я уверена, все принцессы всех возрастов перед своими телевизорами и приёмниками, конечно, воспряли, воспряли и выпрямили спинку. Принцесса Ангихин, друзья, у нас презентация альбома «Красные танцы» и чудесные песни, которые звучат впервые в нашей студии, ну, за что, конечно, огромное спасибо всей команде. Ксения Островская, лидер группы. Ну, вот, кстати, как вы делите между собой? Ника, человек, как раз который всё это организовал? Мы не делим. Каждый занимается своим делом. Да, сплочённо, как-то сплочённо, да. Обсуждается, на самом деле, всё в коллективе, всё делится. У нас вот за струнные, ответственная, замечательная наша альтистка Лиза Родионова, она пишет. Практически все аранжировки вот для этого альбома были написаны ей. Да. Вот, как-то мы не делим особо. Звание и регалии, да. Нет, ну просто, действительно, это всё очень много работы. И, да, вот здесь нет людей, которые сейчас в данном студии, которые тоже помогают, да. Это наши организаторы, друзья, фанаты, которые тоже, в общем, нехилую часть работы, так или иначе, берут на себя. Аксюш, я же так понимаю, что текст и песен команда-то не вся понимает далеко. Потому что музыканты не все говорят на русском языке. Это хорошо. Это, на самом деле, то есть ты думаешь, они, может быть, даже пересмотрели вообще взаимоотношения свои с группой, да? Нет, нет, смотрите, просто, когда музыкант понимает текст, мне кажется, текст всё-таки изначально... Отвлекает. Да, отвлекает. Начинает подпевать. Он настраивает его на какой-то, может быть, какой-то вот такой иллюстративный лад немножко, что, ага, окей, у нас песня, значит, про что? Про принцессу. Ага, значит, мы играем её, как, значит, про принцессу. Или, там, я не знаю, у нас песня про моду, она такая, в ней такой жёсткий сарказм, окей, мы будем играть так. А когда они не понимают дословно, да, о чём я пою, им приходится ориентироваться... Они говорят музыкальное произведение. Да, 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 на мелодию. И это, мне кажется, гораздо, ну, в моём случае, по крайней мере, интереснее. Какой интересный подход. Это тоже сейчас многие музыканты, которые смешивают, что, может, действительно надо набрать команду, которая вообще не говорит по-русски, ничего не понимает. Ну, кстати, в этом есть и плюс. Я уверена, что ребята таким образом гораздо быстрее выучат русский язык. Во всяком случае, на любой вопрос они просто могут строчками из твоих песен отвечать как-то так. И вроде бы, ну, вот так отвечает человек. Очень интересный момент, что ваш второй альбом, и он, между прочим, деньги на него, точнее, были собраны через краудфандинг. Да. Ну, это очень круто, вы молодцы, как-то так запрыгнули в этот вагон и успешно передвигаетесь. Хочу, чтобы ты рассказала вкратце, каким образом всё это происходит. Есть определённый сайт. Да, 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 есть сайт. Ну, собственно, сайтов много. Мы собираем через планету. И, на самом деле, это уже наш второй краудфандинг. На первый альбом мы тоже собирали так же. И, на самом деле, это тоже очень большая работа, потому что мы придумываем всякие фишки, чтобы народу было интересно от нас получить. Вот, например, в этом краудфандинге у нас был частный концерт, и один молодой человек делал сюрприз на день рождения своей девушки. Они прилетели из Москвы в Вену. Какая прелесть. А его девушка любит наши песни, и, значит, мы играли им частный концерт, было очень здорово. Ну, это прям уникально, слушайте, я не знаю, который запомнится на всю свою жизнь. Это же абсолютно так и есть. Что касается клипов, Ксюша. Есть клипы на просторах интернета, но я так понимаю, что они уже сделали своё дело, какую-то работу определённую. И могут уйти. И перейти. Ну, как будто они уже оттуда никуда не исчезнут. Почему? Я знаю, что их будут просматривать и смотреть, но впереди работы, которые несколько будут отличаться. Да, 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 да. На самом деле клипов у нас, ну, некоторое количество, наверное, штук пять. Но все они были сделаны именно уже для нашей старой программы, да, то есть их можно посмотреть, кому интересно. Вот, допустим, на «Принцессу» я рисовала клип сама. То есть это такой мультик, нарисованный вручную. Но для нового альбома, для новой программы будут, конечно, вот уже на следующей неделе мы снимаем первый клип для нового альбома. Да какую песню он будет снят? Это пока сюрприз. Какие всё-таки все секретики, секретики. Есть прям определённая такая дата рождения у группы «Принцесс Ангина». Это 24 марта 2014 год. Официальный день рождения. День рождения, он связан как раз с презентацией программы? Или со знакомством? Нет, нет, нет. Это уже презентация. Это была презентация первой нашей программы уже в составе «Принцесс Ангин». То есть не Ксения Островская с гитарой, с двумя гитарами. Да, с преподавателем. С одним преподавателем, с другим преподавателем. Нет, это уже была команда, которая, собственно, большая часть которой работает и по сей день. То есть в группе четыре с половиной года сейчас. Четыре с половиной года. Ну, в общем, ну что, прекрасный такой срок. Впереди ещё новые и новые горизонты. И есть уже чем гордиться. Это два замечательных альбома. Это видео, это и выступления, и на больших фестивальных площадках. И уже гастроли, и концерты, друзья. Не забывайте, пожалуйста, завтра Санкт-Петербург. В зале ожидания встреча состоится 4 ноября в Москве в «Муми-троль-баре». Ну, а мы сейчас обязательно должны что-то спеть. Да, и это будет композиция с нового альбома. И она называется «Маргарита». Это весна, ничего не должна, ни детским садам, ни военным частям. Это весна, никому не нужна. И как собака рада гостям. Солнце её освещает и просит репоста. Ты подставляешь ему свою кожу до кости. Она бежит и реченькой летит ласточкой До самого млечного и звёздных кластеров. Кому-то нравятся такие фломастеры, Но имя нужно владеть. Мастерский отец виду. И сам мастер, но она стреляет из ниробластера По выползающим из укрытий стереотипам о Маргарите. Ты весной пересуешь её по сырой штукатурке небес. Грозы, конечно, берут своё, но разве кто-то влюблялся без? Это не плачь, это просто весенний ливень. Ты никогда не оценишь её объективно. Она бежит и реченькой летит ласточкой До самого млечного и звёздных кластеров. Кому-то нравятся такие фломастеры, Но ими нужно владеть. Мастерский отец виду и сам мастер, Но она стреляет из ниробластера По выползающим из укрытий стереотипам о Маргарите. Любишь её? Молчи, смотри, как её выходки Становятся птицами, любишь её? Молчи. Эта весна разденет её, Вставит в зубы розовый куст, Что сказать ей, дело твоё, Но вместо слов послышится хруст. Брошеные кости, я знаю, что ты проиграешь. Брошеные кости, ты снова её выбираешь. Она бежит и реченькой, летит ласточкой До самого млечного и звёздных кластеров. Кому-то нравятся такие фломастеры, Но ими нужно владеть. Мастерский отец виду и сам мастер, Но она стреляет из ниробластера По выползающим из укрытий стереотипам о Маргарите. Принцесс Ангин Принцесс Ангин, лучшая в стране! Телерадиоканал «Страна-ФМ», друзья! Спасибо, очень красиво. Кстати, всё же, всё больше и больше появляется поклонников в стране у группы «Принцесс Ангин», И в их числе находятся очень известные, именитые, любимые многими люди. Например, пожалуй, только вот об одном скажу человеке. Это Ольга Кармухина, Которая так получила, что у нас с ней разговор завязался по поводу твоего творчества, Ктёш, всех ребят, всей команды. Ну, такие слова были. Слушай, ну, я не знаю, если буду пересказывать, Во-первых, много времени займёт эфира. Ну, в общем, сплошной восторг. Тебя Ольга назвала прям открытием-открытием. Даже, боюсь, не этого года, а, возможно, пятилетие, а то и десятилетие. Мнение Ольги для нас, конечно, очень-очень-очень важно, Потому что это такой авторитет. Ну, это правда, надо сказать. Далеко, в общем, не каждый артист, поющий или тем более пишущий, Сам может услышать какие-то в себя добрые слова. А в этом случае прям, конечно, всё должно греть душу, Как минимум, надо сказать, наверное. Конечно. Есть ли мысли какие-то, может быть, о сотрудничестве? Может быть, какой-то песни, может быть, клип? Мысли есть, мысли есть. И посмотрим, вот сейчас мы должны пережить эти гастроли. Вот ближайшие две недели. Ну, вот, то есть гастроли и всём к клипа. Понятно, голова, конечно, только этим показа бит. Ну, то есть у нас с Ольгой были разговоры и мысли на эту тему, на тему сотрудничества, но пока вот нам нужно это отработать, пережить, а потом, конечно, мы посмотрим, что мы будем вместе делать. Мне кажется, это будет очень интересно. Это было бы очень здорово. Ждём, ждём, прям с нетерпением. Ну и вопрос, конечно, я никак не могу его не задать, хотя понимаю, что приходится отвечать на него ровно каждый раз, на каждом интервью. И не только, и просто иногда, может быть, на улице подходит и спрашивает, а почему, собственно, почему название принцессы Ангин? Да, понятно, что вот художник-паразек французский Ролан Тапур, и у него сказка есть такая чудесная. Но всё-таки, дорогая Ксения, твоя ли идея, или всё-таки Никина, которая молчит, сидит, но при этом является... Нет, к сожалению. Но ты просто узнала об этой книжке, понимаешь? Если бы ты узнала о книжке, может быть, это была бы твоя идея. Ксюша, я думаю, что вообще благодаря... Если это всё-таки твоя идея, значит, благодаря ей многие узнают об этой книжке. Да, иногда мне кажется, что мы действительно просто рекламу делаем. Ролан Тапур, да. Это замечательные сказки, да. Но да, для тех, кто не читал, вдруг книжку принцессы Ангина я настоятельно рекомендую, потому что это какой-то такой космос. Это очень интересно. И там каким-то таким простым, полудетским, полусказочным языком говорится о таких сложных вещах философских. И вот мне очень хотелось вот это вот... Вот именно, наверное, поэтому я и назвала группу так. Потому что вот очень хотелось вот этот, наверное, метод, вот художественный метод перенять. Ну а скажи, пожалуйста, эта книжка в твои руки пока попала каким образом? Мне её принесла моя однокурсница в университете. Она прочитала, ей понравилось. И она тогда только вышла. Эта книжка в издательстве «Самокат» в московском. Ну то есть это переиздание. И как-то издавали её в Советском Союзе. Ну вот это было свежее такое издание. И она такая, о, такая классная книжка. И вот это как «Алиса в стране чудес», только вот в современном варианте. Ну то есть у тебя не было никаких других вариантов? Ты сразу знала, что назвать лучше вот именно так? Или может быть ты всё-таки ещё думала «Алиса в стране чудес» или что-нибудь там ещё такое? Нет, на какое-то время это было всё просто как Ксения Островская с песнями. Когда я стала думать, что нет, всё-таки надо разделить Ксению Островскую и группу, и для группы нужно было название, просто других вариантов как-то не было. Скажите, а с горлом проблемы часто у группы бывают или нет? Вот с простудными заболеваниями? Очень часто. Слишком часто. Ну а как же слова, как вы яхту назовёте, так она и поплывёт? Вот вы как раз недавно об этом говорили. Это надо было сначала об этом подумать. Подумать, а потом называться, да, друзья. Но, в общем, да, тогда не нужно всё-таки вообще... Нужно отказаться именно от русского, вот это произношение «принцесса Ангина» и «принцесс Ангин». Вот так надо на это ставить всё время, всё время, всё время принципиально настаивать. Коротенькая пауза, оставайтесь с нами, скоро вернёмся. Друзья, программа продолжается. У нас сегодня в гостях «Принцесса Ангин», группа «Замечательные из Вены», авторская группа. И впереди концерты, презентация нового альбома «Красные танцы». Завтра в Санкт-Петербурге, 4 ноября в Москве в «Муми-троль-баре». Сегодня у нас Ксения Островская из команды «Принцесса Ангин» в неполном составе, правильно понимаю? Ксюша, расскажи, к чему готовятся Санкт-Петербургу и московским зрителям. Завтра у нас прилетают наша виолончелистка и наша альтистка. И, соответственно, вся вот концертная программа, она будет со струнным трио. Ну, то есть это будет такое... Как здорово! Это звучит очень-очень классно, потому что приходите, посмотрите на это всё. Будет рок с электроникой, со струнными, с визуальным рядом. Ну, то есть это будет классно, ребята. Ну, и, соответственно, Москва тоже насладится именно таким составом. Очень интересно. Это не первый будет уже московский концерт, да, но именно в таком составе, насколько я знаю, впервые вы покажетесь публике. Первый раз сейчас за три года. То есть мы приезжали на презентацию первого альбома, мы тоже были большим составом, но это уже три года назад. И поскольку мы действительно очень редко бываем, ну, просто это, естественно, очень дорого, когда ты едешь большим, ну, полным составом, да, то я не знаю, когда мы будем теперь опять вот такой большой командой, поэтому это пропускать нельзя просто. Да, по возможности обязательно отправляйтесь, друзья, потому что, действительно, в следующий раз, когда непонятно, только останется следить за социальными сетями. Я вот всё любуюсь этим цветом, замечательным этим альбомом. И, конечно, смотрю здесь корона. Принцесса Ангин, смотрю, корона, подвеска у Ксении. У Ники, смотрю, на галстуке. Это прям серьёзный логотип. Да, мы долго думали, на самом деле, над логотипом, но и разные-разные были варианты, потому что можно было отталкиваться от слова «принцесса», можно было отталкиваться от слова «ангина». О, да что вы, боже упаси, не надо. И варианты такие аптечные, там, со склянками, с таблетками. Вот, но потом всё-таки решили, что корона — это принцесса. Ну всё, вопросов уже никаких нет, конечно, они отпадают, разумеется. Принцесса, ну, не королева, но, однако, да, принцесса. Но зато всегда молодая, всегда красивая, всегда талантливая, всегда на виду. Да, в этом есть такой элемент немножко ребячества, потому что, ну, королева, ну, во-первых, есть такая замечательная группа. Вот, и вот у нас такое что-то девчачье, ребяческое в этом, мне кажется, должно быть. Ксюша, ну я знаю, что у тебя огромное количество текстов. И на сколько альбомов? На пять, на шесть ещё? На десять? На сколько? На десять? Ника показывает, да, вперёд. На много, да. Ну, и самое главное, что продолжаются ещё писаться стихи. Конечно, и песни, и, конечно, нам всегда хочется, чтобы в новый альбом, ну, мне как автору вошло вот самое-самое последнее, самое свежее, это вот какие-то самые такие актуальные мысли, но мы стараемся, вот и в этом альбоме у нас тоже есть несколько песен, которые мы уже давно исполняем, но просто они в другой аранжировке. Я знаю, что на твои концерты австрийские, ваши концерты, ходят, конечно, в основном, да, русскоговорящие люди, понимающие русский язык, но есть также и австрийцы, и немцы. Да, 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 то есть ходят, ну, на самом деле, мы играем иногда там в Чехии, у нас были гастроли в Израиле, там, мы едем в Германию, то есть, естественно, приходят, и местные тоже. И вот для них-то как раз-то ты можешь себе позволить исполнить, да, на английском, на немецком языке. Да, чтобы для них был тоже такой музыкальный подарок. Да, такой крючочек, такой вот элемент, чтобы они понимали всё-таки, о чём хотя бы в общем и целом идёт речь. Ну, и ещё один вопрос, ребят, как вам в Вене-то живётся, скажите? Я Вену очень люблю, но я там не живу, я там только бываю. Приезжай в гости. Да, обязательно. Но чувствуется вот эта разница колоссальная, я не знаю, ведь энергетика Вены и Москвы — это абсолютно две разные вещи. Ой, однозначно, однозначно. Да, мы как раз вчера говорили об этом с группой, что Москва — это абсолютно потрясающий город, но он очень другой. И вот для многих его, ну, действительно, просто нелегко выдержать, вот этот вот темп, вот этот ритм, да. Вена, она такая, она же как пирожное, там ходишь, гуляешь и вот всё такое спокойное и размеренное. Как пирожное, какое красивое сравнение, да. Ну и Санкт-Петербург — это совершенно другое, тоже отличное от Москвы и от Вены, хотя, может быть, к Вене чуть поближе, наверное, да. Ребята также будут впервые в Санкт-Петербурге. Ну вот, Лена, да, вот со всеми остальными мы в Питере уже выступали. У нас там очень хорошая публика, просто шикарная. Ну, Питер, завтра концерт в зале «Ожидание» 4 ноября, Москва, клуб «Муми Троль», бар и красные танцы. Надо альбомчик отыскать, скачивать, слушаться и получать огромное удовольствие. Ксения, огромное спасибо. Ника, всех-всех-всех мы искренне благодарим. Приятнейшее знакомство. Надо сказать, что мы, конечно, теперь будем следить за вашим творчеством и ждать клипы, и ждать вновь вашего появления в России и здесь, в студии. Ну и Вене, большой привет, низкий покон. Принцесса Ангин, друзья, финальная песня. Спасибо. Ты прекрасней всех во дворе, ты сделал весь микрорайон, тобой гордится вся улица. Ты починишь мне водогрей, и позавидует весь дом, что ты мне хочешь понравиться. Ты прочтешь мне что-то из-за раннего, у тебя к нему таланты, наверное, многогранник. Ты, конечно, бриллиант, барышни сбиваются с ног, но только ты все равно, все равно, все равно, да все равно. Не потянешь, не потянешь меня из таких, как я, боги делают свой, навгоняют молотом, вплоть бытия, и вместо конфет награждают словами за вредность. Ты прекрасней всех во дворе, тобой болеет полбратвы, носят в сердце под свитером. Гиды на тебя посмотреть, к нам возят группы из Москвы, а может, даже из Питера. Что же ты все сохнешь по мне? Я никогда не понимал, может, просто принца все нет. Так значит, будет генерал, юноши сбиваются с ног, но только ты все равно, все равно, все равно, все равно, да все равно. Не потянешь, не потянешь меня из таких, как я, боги делают стены, на которых держится слот бытия, и вместо спасибо вскрывают нам веры за вредность. Мам, я круче всех во дворе, меня боится весь район и уважает вся улица. Мне двенадцать лет в сентябре, ну сколько можно, ну камон, мне говорить, что я умница. Хочешь, чтоб пошел в институт, и чтобы вышел супермен, а я опять сижу на мосту. И напиваю перемен, нафиг избиваешься с ног, ведь знаешь, что все равно, все равно, все равно, да все равно. Не потянешь, не потянешь меня из таких, как я, боги делают стены, нас гоняют в молодом плод бытия, и вместо конфет награждают словами. Не потянешь, не потянешь меня из таких, как я, боги, Делают стены, на которых держатся слот бытия, и вместо спасибо вскрывают нам веры за вредность. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ».